Здравствуйте, здравствуйте, это канал Максим Адзе и как досать соседа спецвыпуск по модам. Как бы это удивительно не звучало. Нету, к сожалению, пока толком возможности стримить из-за замедления ютуба, поэтому будем разбавлять иногда спецвыпусками. Я решил выбрать для спецвыпуска мод, который от меня, так сказать, присвоил звание самого лучшего мода за всю историю существования этой рубрики. Вот реально. Победитель среди всех модов. Прям этот выпуск получил название, этот мод. Короче говоря, сделал его Max 10. Сегодня я хочу посвятить видео этому моду, причем полностью его постараться пройти. Вряд ли я сделаю это за одно видео. Да что, я по сезону, наверное, буду проходить. И, собственно, этот мод, я считаю, реально стоит того, он просто офигеннейший. Просто офигеннейший. Начиная с менюшки, правда, в котором играет музыка из Хеллоу Нейбор, вот что мне не очень нравится. А так прикольно. Причем автор сделал этот мод в двух режимах. Легкий и сложный. Я выбрал легкий, потому что на сложном это вообще, блин, нет. Я лучше на легком поиграю. Что-то слишком уж там усложненно все. Но при этом, к сожалению, легкий режим не имеет всех прелестей, которые имеет сложный. И, к тому же, бывают несостыковки. О них я поведаю еще. К сожалению, на данный момент это последняя версия, и обновлений больше не выходило. Эта версия вышла довольно давно. Не знаю, будет ли еще продолжать автор или нет. Но этот мод, я считаю, реально стоит того. Давайте прочитаем вообще, что тут написано. Добро пожаловать в легкий режим. В легком режиме максимально облегчены все уровни, как это возможно, не теряя их индивидуальности. Режим предназначен для обзорщиков, ютуберов, для обычных игроков. Не забывайте, сложность режима все равно выше оригинальной сладкой мести. Ну, это да. Если какой-то уровень много игроков все равно не могут пройти, то, говорите, я постараюсь еще облегчить уровень, чтобы пройти, если могли, ну, почти все. Если есть какие-то баги, пишите в группу ВК. Ссылка была в архиве. Да, действительно, ссылка есть в архиве. Так, короче говоря, вот в авторах Макс 10, как я уже говорил, и также есть спасибо трем ютуберам, которым я, собственно, предлагаюсь. За это я благодарю его, очень, конечно же. И, собственно говоря, давайте начинать. Первый уровень. Готовка пудинга. Сегодня сосед решил приготовить пудинг, однако он не планировал, что Ольга попросит оставить своего сына у него, пока она едет по делам. Соседу пришлось закрывать двери из гостиной в кухню, чтобы ребенок не видел, что делает сосед на кухне. Параллельно сосед едет конфеты, дабы успокоиться, но Вуди решает, что сосед не достоин пудинга и решает ему испортить всю готовку. Ну, и подсказка или бонус. Вы можете выйти на улицу на первом, третьем и т.д. уровнях и рисовать на дверях. Вуди ходит на 25% быстрее. Кстати говоря, вот эти вот иконочки меняются на каждом уровне, так сказать. Тоже очень это необычно. Хочу я сказать. Ну, давайте начинать. Есть несостыковки. Я не пропускал сейчас заставку. Сама что-то нажалась. Ребенка-то нету. А в описании было написано, что ребенок. В сложном режиме ребенок есть. И закрытая дверь, вот эта вот тоже там есть. Но можно было бы и описание как-то немного тоже подправить под вводки режима. Но это как-то несостыковки не очень-то люблю я. Некоторые пакости изменены. Например, в сложном режиме была табличка с магазином. То есть реально нажимаешь сюда монетку. Монеткой нажимаешь туда, и Вуди реально идет куда-то туда в магазин. И это реально, ну, прикольно очень. Соседы Вуди по этажам передвигаются. Здесь мне длиннее. Время я на всякий случай отключил, поскольку мод, тем не менее, этот довольно сложный и длинный. И реально займет много времени, вдруг их где-то будут купить. И я этого не исключаю. Чего мне исключать? Давайте эту фигню возьмем. Давай, с насморком проблемы, как всегда. Так, ладно. Что с конфетами сделать надо? Ну, сложный. Короче, сложный режим, он реально сложный, но при этом интересный. Есть пакосты, которых нет вот здесь. Например, это реально магазин. Можно сходить, купить там медвежонка, с которым обменяешься с ребенком на петарду. Короче, реально сложный. Интересный, но я лучше пройду легкий, потому что я пробовал сложный, но какой-то что-то слишком уж прям сложный какой-то. А, на дверях рисовал. А, на дверях рисовал. Блин. Да, вот такие эффекты есть. Короче, давайте заново. Реально достаточно сложно. Даже на легком уровне, но, блин. Я пытался, я уже второй раз действительно записываю этот мод, пытаюсь записать. Я попробовал на легком, ой, на сложном. Но, это капец какой-то вообще. Очень сложно. Реально как-то слишком уж сложно. Реально как-то. Вот так. Перейдем наверх. Рисовать дверцу. С конфетами сделать, по-моему, ничего мы не можем. Ну вот это две пакостные. А, с конфетами что делать? В подсказках ничего не указывает. А, мусорка еще есть. Может, мусорки что-то есть. Может, я реально упустил. Ну, мы проверим. Да, есть. Вот, вот они. Вот я про них забыл. В этом моде реально много новых текстур, новых пакостей. Ну, как, правда, как действительно правильный человек один недавно написал, что реально новых пакостей, по сути, нельзя сделать. Можно видоизменить старые, которые уже существуют. Но, тем не менее, их можно за новые считать практически. Интерфейс в этом моде вот такой вот, реально прикольный. Чем-то даже немножко напоминает дуру. 97%. Ну, что ж. За столом второй уровень называется. Обычный ранний вечер. Сегодня днем сосед купил в магазине 2 килограмма мяса. Конечно, он один это не съест. Позже он привезет мясо Ольге и маме. Сосед ест мясо и внимательно слушает новости, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Затем он идет на кухню, чтобы взять еще один кусок. Вуди не хочет это видеть, поэтому он помешает соседу наслаждаться мясом. Тщательно читайте описания в сериях. Иногда в них может скрываться скрытая подсказка. Вуди делает пакостей на 25% быстрее. Внимательно слушает новости, ни на что ни на что не обращая внимания. Вот, видимо, мы мимо него можем в этот момент проходить. Neighbors from Hell Affairs. Логотип довольно прикольный. А еще вот. Мы видим рассвет. Который выглядит реально впечатляюще. Опа, мне звонок. Так, продолжаем. Что нам надо сделать? Включить кран. И на кухон. Здесь у нас... Здесь у нас находится... Я звуки, наверное, чуть сделаю. Чуть потиху. Что-то громкий немного. С коверой можно посмотреть. Кран сначала. Так, включаем. И набираем воду. Я, наверное, даже закрывать не буду. Ням-ням-ням-ням. Тряпкой что сделать можно? Оттока и горячих предметов. А-а-а! Я один раз как-то трогал телевизионную антенну руками. Да даже не один раз, а несколько раз трогал. И ощущение, оно как-то не очень при... Не очень приятно как-то. Ничего... В сложном режиме еще красный ключ был. Который надо было достать вот здесь. Давай быстрее. У меня очень мало времени. давай быстрее хрена в сложном режиме на два замка аптечка была закрыта не только на тот ключик еще и на красный замок чаем кран было не берется а я что но я не буду этого делать потому что как в 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 и там нужно было в сложном режиме еще два раза наливать потому что надо использовать на слитки один раз я же я разве с обтечкой использовал или я забыл да это правда я просто забыл я ошибся опять лёха что-то пишет я не могу сейчас ответить какие-то новости шлёт из интернета не значит не особо важное сообщение просто регулярно присылают иногда это даже не сильно интересно 61 процент уже можно заканчивать уровень, но мы дождемся конца, пожалуй. А то, что ванна у него течет, он даже внимания не обратил. Слабительное мясо. Первый раз-то повижу. Слабительное мясо. Причем немножко даже разные вот эти галочки стоят. Вообще, вы можете видеть, что пока, как бы, что такого прикольного в этом моде? Пакости, те же, локации, этажи. Но вот, когда дойдем вот до этих уровней, где там больше трех этажей, да больше четырех даже, вот там точно, я реально вам отвечаю, вот там офигеть будет просто. Такого я не видел ни в одном моде, на когда соседа, чтобы было много этажей, больше трех этажей. Первый день осени странно, но осень наступила раньше на месяц, из-за этого сосед расстроился. Он берет трубочку, идет курить на крыльцо, потом смотрит соседка, каждому прохожему не нравилось, чем занимается сосед. Вуди помнит правила курения, убивает, решает испортить это. Некоторые предметы нужны в двух количествах, обыщите комоды по два раза. Вещи по два раза, комоды, холодильники и так далее. Сосед ходит на 15% медленнее. Так, тут у нас гроза даже имеется. С вот таким вот реально качественным довольно-таки дождем. Пустой стол. Сам сосед не знает, как открыть коробку. Как же так? Таблетка против страха, но мне с ней делать нечего. А, мусорное ведро же еще есть. Я забываю про мусорное ведро все время. Здесь, во-первых, ничего нет. Может, мусорное в ведре может что-то быть. Да. Коробка. Что в коробке? Криперы, да. Вот про криперов я помню, кстати, да. Иди, стой! Неужели он криперов боится? Крипер. Окей, все, разобрались с этим делом. Быстро шкала что-то падает. Вот он сейчас покурит, потом пойдет на бинокль. Мы посмотрим. Это будет 4 пакста. А еще какая одна? А, вот эти. Он обделаться от чего-то должен. Обделается от бинокля, что ли? Интересно, зачем он покупал крипера тогда, если он так боится его? Это же его заказ. Таблетка... А, таблетка от страха. Вот оно для чего. Но добраться до нее надо еще сначала. Через препятствия. Легкий режим тоже много чем интересен, но все-таки... Он сто процентов даже. Но все-таки сложный режим больше прелести в себе имеет все равно. Сложный режим, он, конечно, полегче, чем когда соседа хардкор, но все равно. О, оранжевая прям даже галочка. Так, куртка в стирке. У соседа сегодня случилась трагедия у него с одеждой и упал. Испачкал всю одежду, которую купил. В том числе и та, которая одета у него. Приходит домой, берет одежду. Кстати, они у него все одинаковые. Стирает, потом одевается. Также сегодня он купил фиалку Сьюзи, чтобы скучно не было и аромат в доме был. Он берет лейку и опрыскивателей поливает Сьюзи. Будем надеяться, что сосед отучится падать из-за какой-то фигни. Да. Чтобы навести на вешалку, находитесь в комнате, где она. Будем переходить через этажи быстрее. О, вот это неплохо. Вот это хорошо. Включенная плита. Этого ранее я не видел. О, ночь. И причем такая красная ночь. И причем городские здания там немножко видны. Чего почему-то не было видно на других уровнях. Стой, стой, блин. Подожди. Стой. Духовки. В духовке приготовить что-то, наверное, можно. Может, сыр? Реально, сыр можно приготовить. Плавленый сыр. Обожаю плавленый сыр. Хе-хе-хе. Ничего. Ну-ка. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 А я разве цветок портил? В чем дело-то? Хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Корзину с одеждой я не осмотрел. Забыл. Используем ягоды. Автор ввел временные укрытия в этот мод. И это реально тоже офигенно. Фу, успел. Только плавленый сыр для этого что-ли нужен? Наверное для олейки плавленый сыр нужен. Потому что я, к сожалению... А, или может быть спакость сработала из-за того, что мы напрыскивателем туда. Да, скорее всего. Сыр, наверное, надо в лейку, но надо подождать. Теперь придется. Я немножко не подумал сразу. У-у-у-у-у-у. Точно, да. Все верно. Сколько время? Через час пацаны должны прийти. Дальше. Дальше. А чё она у меня взяла? Хе-хе-хе-хе 91 Окей, а тут красная у нас метка Короче, ещё парочка уровней В первом сезоне 2012, блин Неудачное утро, раннее утро Сосед, сейчас будем называть его Ротвейлером, пытается хорошо вздремнуть Однако, вечно достающий его сосед Которому Ротвейлер занял деньги 22 года назад Только сегодня вспомнил про деньги и просит их вернуть Однако, ничего не уходит Затем Ротвейлер идёт смотреть на время, чтобы не опоздать К одной важной поездке Утром может быть по-настоящему неудачным Когда Вуди заходит в дом Обратите внимание на слово нижнюю и верхнюю Когда встретите их Кого их, не знаю Когда встретите их Ладно, неважно После какой-то пакости После кое-какой одной пакости Сосед домой может не вернуться Да, на этом уровень Да, 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 я помню этот уровень И на стриме, и на видео Да, я помню этот уровень Здесь, короче, реально Пакость с часами, по-моему, есть И если её раньше времени сделать Сосед убежит Сосед свалит И, собственно Уровень завершится Раньше времени И можно таким образом проиграть Часы, по-моему Ну-ка, сейчас даже проверим Ну-ка О, нет, нет Это нельзя делать Понятно Да, часы Гаечный ключ Это реально под это Окей, нечего тут смотреть Сосед, который, видимо, братом-близнецом Его является Включим свет А то нихрена не видно Так, ругаются друг с другом Там они, короче Я верхнюю А, вот Верхнюю я посмотрел Теперь нижнюю смотрим Ключ от аптечки Книга, чтобы научиться драться А, вспомнил А как же открыть дверь? « Хахах» « Хаах» « Хаах» « Рына! Ты лапонсал Лаван!» Слава Богу! По этажам медленнее как бы передвигаются, и поэтому а моторное масло куда? Поскользнуться легко на ней. Что это такое? О, господи, что это за чудеск? А, плиточный пол. Ну это видимо на кухне где-то. Где же этот ключик от той двери? Где ключ от ванны? Где еще предметы-то, али? Ну и что мне делать с этим портретом? Единственный минус, нельзя выбраться из укрытия. Да, вот это вот масло спасло меня только что. А, плиточный минус, нельзя выбраться. Блин. А что делать-то я не понимаю? По-моему не хватает... Как дверь-то открывать? Здесь в подсказках ничего про это нет. Я помню на сложном проходил это, но на сложном режиме я это проходил. И там реально еще были некоторые пакости, но здесь я ничего этого не вижу. Может реально надо было все-таки сложно играть? А здесь что-то... Тут по-моему не хватает пакости некоторых. Ну-ка свет включить. Портрет нечем испортить. Портрет нечем испортить. Ладно, придется делать по-другому. Портрет нечем испортить. Ну давайте тогда часы сразу сделаем. Че остается-то? Хе-хе-хе! Слышь. Слышь. Хе-хе-хе! Бабки забрал все-таки походит. Что-то у него в руке, по-моему, бабки были. А, блин, я поторопился сильно. Короче, ребята, этот уровень, похоже, не доработан в лёгком режиме. Не доработан. Я в сложном режиме проходил его даже не один раз. Здесь он не доработан, похоже. Я не... В ванну не попасть вообще никаким образом. Ладно, давайте пройдём этот уровень. Может, реально надо было пытаться в сложный режим всё-таки проходить. Пишите в комментах, если я что-то не понял. Может быть, во втором сезоне пройдём. Ладно, короче, конец 2012 года. На носу уже 2013 год. Сосед решил отпраздновать его наедине с собой любимым. Он пьёт вино и ест мандаринки. Затем идёт в ванну, дабы удалить этот мерзкий запах из-под мышек. После этого сосед идёт к телевизору, включит его, ждёт премьеру и падает на кресло, просто смотрит. Но Буди знает, что сосед подарков не заслужил. Поэтому он переодевается в новогодний свитер и решает, испортит Новый год. Можете прокачать какой-то предмет из одной звёздочки до двух. Сосед приходит через этажи быстрее. Это нам мешает. Уже. Какие-то пропускать не будут. Застав, пожалуй, я надеюсь, с этим уровнем хотя бы всё нормально. Да, действительно, будет другого цвета свитер. Ящик для прокачки. Для улучшения, да. Ну да, сосед переходит быстрее, чем мы. И там реально какой-то город, реально. А! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ха! ключи находим я не знаю что это записка означает наше шоу транслируется а пилу надо улучшить ема куда вот красный а на аптечку улучшить улучшить говорите с консольной версии анимации конечно присутствует она даже изменила цвет а нет не пойду он жива на потом рискованно единый блин он съел уже арбуз а и и и и и в шкаф пойду потому что в туалете сейчас пойду мыльцо придется использовать на кухне потому что тут я уже опоздал и и и и и и и и алёра зачем да не желательно лучше ну я ей не пользуюсь сам толком как ты не знаю ну наггетсы же жарю ну но я не знаю если ты умеешь конечно отчету сейчас отчеты сам не сваришься ну хорошо ладно ну да окей продолжаем чё с лимоном делать записка это что означает вообще блин да АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь сожмем, иван, иван. Так, мы можем завершить уровень. Я, к сожалению, не сумел взять вот это из арбуза. Если это вообще из арбуза надо было брать. Но на галочку обычную синюю прошли. Ладно, короче, мод реально сложный. На сегодня закончим. В следующий раз пойдем к второму сезону. И если я реально, может, что-то напутал вот в этом уровне, то напишите в комментах, перепройдем, если это реально так. Ну, а на сегодня все. С вас, как вас подписывается, сменяя печенью в видосы, подписывайтесь на мой влоговый канал, ставь в ВКонтакте, и на всякий случай тоже и в Зен. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!